Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Казахстане. У нас, иначе говоря, представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену моральной и технически устаревшего оборудования. Я работаю 20 лет главным инженером на производстве и хорошо знаю все технологические процессы на предприятии. Выбор нового оборудования взамен технически непригодного я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено многое, изменились и автоматизировались процессы. В планах модернизации стояла и покупка картонажной машины, которая используется для упаковки товаров в картонные коробки. Мы упаковываем пластиковые бутылочки с жиропонижающим препаратом. Старая машина на участке сборки и упаковки постоянно ремонтировалась, и мы не могли иногда вовремя поставить препарат заказчику. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять смогут ли они произвести картонажную машину. В качестве основных критериев я указал производительность не менее 1000 бутылок в час, машина должна быть с автоматическим управлением. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для упаковки в коробку, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться, и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако вообщем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать так долго. Так как у меня не получилось найти производителя картонажной машины, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые в принципе работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и может предложить другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было. По сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и желаемых сроках изготовления. Через три дня на почту я получил от них восемь вариантов различных машин для упаковки продукции в картонную коробку и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника из Москвы оказался для меня удачным. Менеджер мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, габаритных размерах, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил автоматическое оборудование для упаковки бутылок в картонные коробки, которую я смог быстро согласовать с руководством предприятия. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Специалист компании предложил протестировать машину и попросил выслать заготовки наших коробок и бутылки, которые, в принципе, будут упаковываться. Менеджер за две недели до поставки сообщил о степени готовности автомата и выслал видео, где мы смогли увидеть наше оборудование. В металлическом лотке размещались белые бутылочки с белыми крышками. Затем они формировали поток, который, в принципе, двигался по конвейерной ленте и упаковывались в единичную картонную коробку. Заготовки, из которых, в принципе, формировалась упаковка, складывались и удерживались при помощи металлических приспособлений для фиксации. Рабочая зона этапа упаковки ограничена пластиковыми щитами для защиты от внешних воздействий. Бутылки объемом стом упакованы в белые коробки. Через месяц после заключения договора мы получили картонажную машину. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата и за неделю обучили работников, которые, в принципе, будут закреплены за машиной. Автоматическое оборудование для упаковки бутылок с таблетками в картонные коробки оказалось более производительным, чем мы рассчитывали, однако, это дает нам возможность увеличить производственную мощность. Грамотная консультация сэкономила мне время и помогла избежать ошибок, которые, в принципе, я, возможно, совершил бы, в общем, если бы сделал выбор самостоятельно. В сфере поставки оборудования довольно сложно найти профессионалов. Я очень рад, что в итоге мне повезло встретить такого человека. Результатом проделанной работы я остался доволен и готов с полной решимостью помогать создавать препараты для улучшения качества жизни человека.